Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого и это начало ФФА сериала в Сидмейерс Цивилизейшн 6 на 8 человек и он необычен тем, что мы используем специальный патч, который создал игрок Курдезас, он кстати в этой партии тоже будет участвовать, для того чтобы не запрещать что-либо, то есть этот патч уже сразу ограничивает кое-какие штуки. Во-первых, тут добавлена очередь производства, но это из NQ мода и я считаю, что пока это все-таки не очень удачно работает, разработчики должны очередь производства делать, а вот изменения баланса такие. Уменьшен бонус пантеона бог-кузницы до 15%, уменьшены все бонусы к мощи от религии, то бишь к силе юнитов, уменьшено количество очков получаемых от проектов в военных лагерях и гаванях, это для того чтобы не было стака генералов. Кроме того, боевая мощь под генералов и адмиралов уменьшена до 3 вместо 5, то есть теперь можно совершенно спокойно собирать много генералов, вряд ли у вас это получится, но в принципе почему нет. Время дружбы и союза, а также оборонительного пакта уменьшено до 10 ходов, поэтому нам не надо будет это писать постоянно в чате, можем именно средствами игры заключать союзы и дружбу. Всего на 10 ходов это вполне нормально. Венецианский арсенал позволяет строить по 2 корабля только в том городе, где он сам построен и убраны ядерные ракеты, то есть в игре есть только термоядерные. В общем, поэтому не надо перед игрой ничего обговаривать, что-либо запрещать, играем так как играем, посмотрим получится ли эта партия интересная. Играем, кстати, на карте фрактал. Всем приятного просмотра, мне выпали ацтеки, нации интересны, еще раз напоминаю, попробуйте обойтись без спойлеров и оскорблений участников партии. Приятного просмотра. Что там говорил Грей? Играем, может, ему наценивается, просто. Я тоже беру некоторые слабые наценивается, просто потому что не умеется. Такое чувство, что я не уезжал с острова. А я не знаю, да, какая-то странная карта у меня просто в одну клетку воды между континентами. Вот так. У меня очень нормальный старт, я прям тут и останусь. Хотя, типа, рекомендуют тут и тут, но тогда я уйду от трех еды, от цитрусовых, так что нет. Прям сразу постараюсь. Угадайте, с какой технологией я начну. Мореходство? Да. Какой мне приз за угадывание? Не знаю. Не, вообще. Холмов нет вообще. Они в двух Греции просто. Кстати, да. Им нужны. Та же фигня, что и в прошлом старт. Это у нас фрактал, да? Да, да. У меня с одной стороны пустыни, с другой джунглей. Нормально, да? Главное, что гибло, осихронов. С всю стороны рунда. Возьму огончарное дело. У нас фрактал есть баланс по аресам или нет? По железу? Вот, тимон, как бы, отличается от ангелли. То есть его нету, я не понял. А ты там кнопочку тыкнул, но что-то как-то не особо смотрел. Веду огончарное дело, я собираюсь рабочим потом построить. Ну, нормально, можно лучниками от всего отбиваться. Хода три. Потом пойти. Ну, да рыцарей, как бы, можно отбиваться в лучи. Мне кажется, хрен-то, лучниками отобьешься. Просто от мечей с прокачками. Скажите, пожалуйста, кто там самый опытный? Если сюда ставить посила прямо на ресурс, это нормально? Да, ткань, допустим, поставить. Кажется, и висит? Да, он тебе добавит. Да, у меня такой полуостров, судя по всему. Чё-то у меня всё повторяется. Чё-то, если это то, о чём я думаю, кто-то тут со мной очень близко. Ну, это мы будем с тобой близко, конечно же, мы же всегда выходили из такой ситуации. Фу, это Амстердам. Ну ладно. А то я уже перенервничал, на обработку бронзы нажал. По-моему, на этих картах по умолчанию тут отыкаешь. Даже без сильных генералов. Мне как раз таки без генералов можно и не тыкись туда. Там как бы можно посмотреть, где железо сразу, поставить, если чё, город и воинов апнуть. Чё-то скучно, чё-то. Никто не человек ever wetted clay, и then left it. Лавенка блин внизу. Может, если это война Конго? Пантеон, конечно, получу. Но то, что оно место хорошего города занимает, не очень. Так, орошение, орошение я потом ферму построю. Со мной тоже есть рядом ГГшка, но она за проливом в одну клетку. Я хрен когда и не найду в ближайшем будущем. Шелт мост, мне вроде тут не надо. Все может рис купить, чтобы быстрее расти. О, Арчи, мы все-таки рядом. Офига себе, я орошение и так ускорил. Где ты меня увидел? Я скаут твой увижу. Блин, я думал, тут полуостров такой конец, а тут оказывается. Дим, Стигар, у тебя там есть место селиться где? Пока не знаю. Расследую пока. У меня столица на три клетки. Ну тут горы нас разделяют. У меня полуостров такой получается. Не, ну ты можешь поставить вот на ту клетку, где до этого стоял? Ну, так я говорю, вон туда, где стоял. Ну я сюда тоже поставлю. То есть мы будем прям притык. Но я вниз, на нижнюю. Ну ты сейчас увидишь нижнюю речку. Потому что я буду весь в тундре. Мои города будут в тундре. Да ладно. Я вообще не хотел с вами играть. Я думал, я на другой карте какой-то. Кажется, больше всех повезло мне. Я уже открыл три крышки. Я открыл двух игроков. А, не. Одна из них крышка. Конга, я отсюда в клетках пятнадцати. А, ну хорошо. Зачем ты пришел к воинам и как ты это сделал на пятнадцать клеток? Там голую равнину, что ли? Да, к сожалению. Там не равнины, даже там луга. Причем мне опять какая-то хрень попалась. А кто у тебя был, кроме стыков? Польша. Ну я просто в прошлый раз за Польшу играл. Так бы я, конечно, Польшу взял. Польша и больше. Да, я помню, за стык ты тоже играл. Да, но очень давно. Конечно, у тебя приятные воспоминания. Ты там за Америку всех вынес. Я это тоже помню. Что там приятно? Обычная ситуация. Все слышали? Против кого играть надо? Там в Арчи все упоролись, я Арчи против всех упоролся. Там все упоролись, кроме тебя. Я пока не успеваю. Тут варвара-то. Ну вот я на эту клетку, скорее всего, поставлю Арчи. Как ты станешь. А сынки есть у тебя еще? Ну, ёпросто. Я за рекой, я по-любому за рекой, потому что дефаться надо. Ну, вот это Афины, доснежные Афины. От кого дефицита? Между нами одна клетка прохода, классическая. Понимаешь, вот там, где ты говорил, где мое место, это че? Афины, доснежные Афины, доснежные Афины. Там уже морские люксы обрабатываешь? Нет. что выкупило клетку саму. Не, просто кто-то только что обработал какой-то ресурс на воде. Это я. Блин, далеко там Амстердам от этого места? О, да, далеко. Чё, ГГшки мне не нужны, так сильно. Ну, орошение своим ходом открылось, поэтому не можно плантацию тут устроить. У меня, в принципе, очень неплохие места такие. Строю прачников, потому что в любом случае три лучника надо для ускорения открытия арбалетов. Под меня прачником надо кого-нибудь убить. Ну. Руинка открылась, так раз, два, три. Ну, где-то вот здесь, видимо, можно поставить домик. Город поставить. Все одно. Так, что у нас тут иначе Ситлан как растет. Три, три. Два, два. Вот так. Два, один. Ну, уж так. И следующее мы откроем, мы откроем. Типа континентов. Морские ресурсы. У нас какие? Никакие. Хотя вот киты есть, в принципе. Знаете, наверное, мореходство. Так, построился у нас 7 ГГшек у меня. Ну, все слышали, куда надо в другой моменте. Еще веры. Пантиненты я уже взял, может мне что-нибудь. Я нашел одну. Религию какую-нибудь. Ладно, пора поселенцы строить. О, Женевы тоже первым нашел, кстати. О, Женевы. Это здорово. Ацтекски. Ну, свинок свежует. Вот приблизь камеру, и ты увидишь, как они режут свиней там. Нанмадул, Нанмадул, кто нашел? Я нашел. Я те кто? Американец. Ну, там если нашелся город, там уже не будет видно, по-моему. Я не понял, у тебя влево место есть? Ну, есть, да. Ну, то есть это не... Наконец? Ну, тут пролив, я же говорю, в одну клетку, то есть, как бы... Там как бы место есть, но как без пролива. Ну, внизу место, да. Внизу место есть. Какой тайминг. А, нет, внизу Греция. Ничего себе, я прошлым ходом встретил Женеву, и я уже вижу, что ее встретило четверо человек. То есть, мне так повезло ее первым встретить. Я на прошлом ходу ее встретил. И я на прошлом. То есть, я первый походил, получил посла, и четверо человек сразу ее практически еще встретили. Так, пойду-ка я с этим лагерем попробую разобраться. Это видео подготовлено при поддержке глобальной космической стратегии ConsulWar.ru. Это игра, в которой вы можете управлять всем, но при этом не умереть под грузом микроменеджмента. Недавно они вышли в открытый бета-тест, и теперь усиленно набирают игроков. Ссылка в описании к видео, либо в начале и в конце видео появляется баннер. Не забудьте после регистрации ввести кодовое словосочетание «Леша играет», чтобы получить бонусы. Еще раз, ConsulWar.ru. Так какой там холм твой, который у горы? Все четыре, мы договаривались. Все четыре холма, которые на вашей территории принадлежат Арчи? Ну, вот так мы договорились. Ну, ты про железо, да? Кто-то, по-моему, не едят в обработку бронз-гарин. Ну, я увидел Ацтека злого, который свиней режет там. Ну, ну, сейчас ему понравится. А причем тут обработка бронзы? Ну, чтобы вместников выйти защищаться от злых ацтеков. Свиней. Свиней защищать от злых ацтеков. Да, ресурсов тут не особо, к сожалению. И, кстати, мне, видимо, придется лавенту захватывать. Всех бешки опять в одной части карты? Сдается так, да. Все у меня. Просто нету. Вообще. Продолжение следует... 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 у меня собрали мой пантоон чем грэна тебе надо бронз из-за меры of the form wine это защитный бог кузнец железо у меня есть а веру то я что-нибудь взял пантоон на веру чтобы взять пантоон на веру нужно что-нибудь чтобы было нет чтобы взять пантеон на веру надо во что-то верить а я ни во что не верю которые дойдут одно удовольствие городам чтобы купить натуралисты нужен люкс и бонусный или хоть какой-то этот драй у меня железо обрабатывается через четыре фона ну хорошо мы можем дружбу заключить если хочешь да я готов дружить я не хочу этих упорок в одну клеточку мы тут ничего друг другу мне кажется эти средства говорю мне было тупо нечего брать я мог взять какой-нибудь бесполезный хлам вообще полностью которым никогда не воспользуюсь либо взять то что пригодится мне еще очень долгое время а почему для натуралиста нужен какой-то люкс не понял не для того чтобы веру получать чтобы взять пантоон на веру нужен либо бонусный ресурс либо камень либо хоть что-то не провинка а там есть верование на клеток с престижем закон года в джунглях только на престиж брать тут всего-то два в среднем на клетках джунглях можно вырубить в другом месте поставить нормально джунглях не надо вармать там надо ставить на закон гоняю вырубать джунгли это странно дома для папуасов просто иначе что там еще джунглях делать короче не работает как пантоон закон галчи еда 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 растет четыре три хода даже давайте торговца четыре хода и как раз возьмем раннюю перью на поселенцы будем все числание поселенцев фигачить 1 все выноси его у вас дуэлик это его одного нашел значит все арчи один из самых добрых и миролюбивых людей которых я встречал овцы я без причины воевать не буду никогда а причина это то что ты я есть у тебя на карте же слушай арчи я не выкупал эту клетку а вот и причина просто в городе три с половиной культуры блин ну это казус были по моему ну ладно шучу расслабься ты сейчас начнешь строить этих своих не подожди я я уже все переключил пути назад нет как там жириновский говорил жирнова я тогда выкуплю эту а то мало ли на эту переключится нечаянно но он бы кстати я бы выкупал скорее всего она единственная 22 в округе а в а и 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 так а корды зас подключается отлично отличный баг а вот это у меня даже генералов нету у меня написано все люди этого типа получены да все люди этого типа получил великих людей у меня интерфейс пропал города видно сразу этот ход потому что у меня наверху только я но все у меня вот про этот банк рассказывал не вообще интерфейса нет как шаль варвары уничтожили таки у меня в have to do he's cross out the wrong words look back over the past with its change Так, сейчас буду поселенцев строить. Так, юнитов пока оставлю. Здесь у нас после торговца поселенцев. Начнем. Ты понимаешь, ГГшка на пантанале стоит. Блин, он еще, конечно, ГГшку одну найти. Знаешь, что это? Вот этот вот залив, он еще и внутрь. Из него не выплыть? Нет. А, это вон там, он клеточка, это там перешейк такой вверх. У меня перешейк вообще в одну клетку. У тебя в 4 или в 5. А, я вижу, где вы тут. Как у вас близко все. Краш или это синхрон? Наверное, краш. Теперь у меня. Ну да, раз не пишет про синхрон, ведь мать крашу. У меня уже настроение пропало, играешь. Ну ладно. В симулятор лобби поиграли. Можно расходиться. Слушай, ну вот как можно за год просто ухудшить игру наоборот? Вот хуже сделать, чтобы можно было играть? Ну не кого-то, а тут есть конкретный человек, кого он пойдет выносить. Это так. Да, да, это я. Чем ты шелучник все наведешь? Ну я хочу тебя убить. Я не буду тебе врать. Я просто хочу тебя уничтожить. Как я застыну, я на себе живу. Конечно, я не хочу просто... Ну что за Марч нам надо грозить? Не надо? Ну, бережу бы как сказали. Арчи, ничего личного, Арчи. Так, вообще, наверное, сразу поставлю в очередь еще одного посела. У меня торговца один ход и посер. Города хоть есть? Города, да. Арчи, ты здесь? Да, я здесь. А, ну ты заметил, что вылетел хорошо. Так, здесь я город не могу поставить, значит придется раз-два. Может загрузим туда? Не надо, значит, за ним. Так не только ты вылетел. Ааа. Еще Арчи вылетел. Ну я-то вылетел, потому что у меня интернет прервался. Блин. Три. Ну вот тут надо ставить. Тогда тут придется... Тогда тут нельзя будет ставить город. Удалим. Три. Так, ставим. Раз-два-три. Стал. Раз-два-три. Раз-два-три. Стал. Раз-два-три. Да, пошел. моменту надо будет забирать женева что же не выдает ваш вы не ведете войну заходишь ну пока ошибка сейчас еще раз пытаюсь я зашел зато сериальчик качается скорость 30 40 не знаю как у вас но у меня до сих пор загрузка не пошла я уж даже загрузился да я тоже я уже проходил да в 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 м указ кривая где-то миллиард а арчи что там у тебя я только вот недавно начал загружаться у меня все устраивает пока у тебя три жители да это гораздо лучше чем прошлая столица а тут кумаси есть на карте опять это не там где 7 ггшек что тут есть один игрок никогда не станет войны а да грек не надо вниз идти я сейчас войну объявлю горбы да он такой да у меня там посел бежит я вообще не хочу чтобы ты его захватывал что что предложить а дружбу да кстати тут же можно дружбу предлагать ухты сейчас и проверим я же проявил десять ходов работает ну вот сейчас по пятой закончится будет по шестой слушай я не знаю где ты делал очередь но проблемы такие же как у хеллблезера была бывают прогружаются там остаются так в чем конкретно проблемы скажи достроился уже нету там еще написано по 1 ход то есть ты заказал 2 он такой в очереди который только что заказываешь который ты перед этим строился типа строчка висит сверху один пост постов ее просто закликаю правой кнопки она закрывается а у тебя дальше в очереди что то есть или он один вот смотри достраивается и нет я понял то есть например ты там строил копейщика 1 до копейщика строил заказал допустим рабочего у меня получается первая строчка копейщик 1 год и потом типа рабочий там 4 хода он устроится рабочий но это отображение визуально да я говорю чисто визуально он говорит такая же проблема была я помню у холлблезер с этой очереди давайте всадников сначала каменную кладку у нас игры что за агрессивные дуболомы не стоят на моих клетках а у испании уже девять ходов как военный лагерь стоит ты в курсе очень страшно тут в одну клетку просто уничтожим генералами да у нас тут ландшафт и ты просто вижу он прям туда вниз до ацтека идет такой ландшафт там не пройти не проехать там просто а так если пить не выбрать безусловный либо ятла что у нас не хочешь атаковать был аваром он а а а как что обработать чтобы получить ускорение личную политическую философию ускорили грека ты походил же своим разведчиком с мало мне двух соседей еще с третьей стороны меня варвары осаждают это грей да вот и я привел разведом м и там киева конка отчая у нас везем он под публик что нибудь в этом году на надежде этого стал стал стоил не имею ввиду что он тоже все сейчас А, не получится. Так, норм? Да, норм. Ох, а что началось? Горга объявила войну Испании? Да. А вы на прошлой карте, да, были рядом? Да мы не рядом. Каждый не пускает разведчиков. Тебя научились. Блин. Ну извини, Арчи. Ну вы же не понимаете, что путешественники были великие, а вы их убили. И как бы Испания этого не забудет. Это был Коломбо. Он плыл Америку открыть. Бежал по земле. Очень грустно. So sad. Ну история действительно заставляет сплакнуть. Один съел его. Абориген. Ацтекский индейец. Второй вроде культурная держава. Но все равно. Нет, ацтеки... Нет, ацтеки твоих скаутов не ели. Просто расчленили живьем. Сняли кожу. Натянули на барабан. И останки закопали. Добрая история. Но я должен отыгрывать роль ацтеков. Нет, подожди, как там ацтеки были? На пирамиде. Отрубили голову. Вынули внутренности. Но кожа все равно на барабан. Господи, с кем я играю? С ацтеками. С ацтеками, да. С барабанами. Культурные персы. Вообще Испания против ацтеков это историчненько. Испания должна, конечно, выносить ацтеков по-хорошему. Странноваться. Привикал Низ припевикал. Вот так это я могу всех генералов отобрать. напомню что генерал не плюс 5 дают тут еще место так амбар построили опять кто-то висячие сады построил кто там такой что что 5 же 34 ход ну в той игре кто-то построил и сейчас кто-то построил я построил все было и в прошлой игре тоже нет я просто как у меня был маленький остров и просто интересно почему и считаете что в 6 цире висячие сады круче чем поставить города нет у меня поставил города и построили сады у меня просто производство было хорошо так не поставим у меня оккурт меня оккурт грэй объявляя свой нужно ну заберешь ты его и что дальше ну хочешь давай твоим вам фармонгер в игре это про что там арчи с двух сторон что ли перед там же их он горела до клетка прохода не жук он конга конга с испании конкретно граничит я вообще не помню очки сперечу ли из волос физически бега тех он поселенцев видимо есть поставить так много помещает сюда город сашу испанец поставил сюда мой еще город сюда влезет если чё окей ну что алексей освободим нашего агрессивного друга от игры конга ну можно как бы думать и не выгодно будет да я согласен я его обвинил хотя чё его на войну объявлю ну вот хоть повеселее чем на архипелагах да точно согласен загляните на консал вор точка ру а на этом пока все продолжение надеюсь появится завтра спасибо что застряли до конца я лёша халец это сделал это видео у меня к вам несколько просьб во первых не забудьте поставить лайк а во вторых поделиться этим видео раз уж вы царили до конца видим она вам понравилась я вам буду благодарен и это поможет распространению моего творчества для более широких масс на этом все играйте в умные игры